Итак, друзья, продолжим третью часть. Значит, про аллергию. При аллергии мы не делаем то, что мы хотим. Наоборот, принуждаем себя к нелюбимым, но нужным занятиям. А если мы делаем то, что мы не хотим, мы теряем энергию с вами, теряем радость. Мы напряжены, истощены морально, мы начинаем ненавидеть подсознательно, что делаем. Например, уроки в школе или работу на работе. Или по дому. Или даже заставляем себя, принуждая себя к сексу. То мы начинаем болеть. И это не только аллергии, это будут большие проблемы со всем организмом и разными сферами жизни. Это база. Нам нельзя делать, никому нельзя вообще, никому то, что мы не хотим. Но тут есть большое но. Мы не делаем то, что хотим. Наоборот, принуждаем себя к нелюбимым, но нужным занятиям. И нужным не нам. То есть, часто нужным кому-то другому. Начальнику, партнеру в браке, родителям, детям. И аллергия становится необходимой, чтобы иметь возможность отказаться от насилия над самим собой. То есть, мы не делаем то, что хотим, не делаем. И принуждаем себя к нелюбимым занятиям, но нужным. Они нужны. Вот, потому что так на работе сказали. Так, ну как бы надо, в семье так принято, в школе мне надо сделать домашние задания, я не хочу. То есть, дела нужны, но я себя заставляю. Вот. Часто нужным кому-то другому. То есть, мы делаем какие-то задачи. И я полностью согласна, что нужно заставить себя сделать любую работу. Я с этим согласна. Вот. А не ждать удобного случая, когда мы захотим это сделать. Так можно пролежать всю жизнь на диване, всю жизнь в ожидании момента по импульсу и радости. Но этот момент может вообще и не наступить. И мы просрём всё с вами. То есть, как в розетке, у нас есть ток, чтобы мы зарядили устройство. Там подаётся напряжение. И мы тоже должны напрячься, чтобы мы заряжали себя энергией. Но мы должны делать эту работу дальновидно. Как раз крючок закидываю прозрение. Что всё моё напряжение и заставление себя что-то сделать принесёт именно мне пользу. То есть, я делаю это для себя. Когда вы делаете для кого-то себя заставляя, то, естественно, вы теряете на этом энергию и здоровье. Но когда вы заставляете себя и понимаете, что вы это делаете для себя в итоге, впоследствиях-то, вы же себе лучше делаете, тогда это идёт, наоборот, в плюс. Так и нужно. Тогда и там и будет энергия от вашего напряжения. То есть, уловите разницу. Для себя мы можем и нам надо себя заставлять. То есть, нам надо просто заставлять себя. Здесь идёт напряжение, энергия, плюс в здоровье и в достаток. Если мы себя заставляем ради кого-то, а не себя, это идёт в минус. Например, уроки в школе я ненавижу делать, но понимаю, как же круто я начну потом разбираться в жизни, стану богатой, знаменитой, у меня есть мотивация, я хочу быть лучшей, круче и мастером, и спецом, и добиться успеха. Я делаю это для себя. Да, я ненавижу эти уроки, да, я ненавижу ходить в школу, предметы, но я делаю это для себя. Да, я сейчас прохожу через трудности, через напряжение, ну, потому что мне это надо в итоге. Ни учителям, ни родителям, никому. Мне это надо. Если я это понимаю, напрягаюсь, то капец, как это круто будет в итоге. Вы столько энергии получаете, вы столько опыта, знаний, мастерства получаете. Но если вы недальновидны в этом и видите, что это надо только учителям, только родителям. Вот сейчас получу эту двойку, они меня наругают. Вот ради них вы стараетесь, то это идёт в минус, то в быте болеть. Здесь очень просто. На работе вашей точно так же. Если вы заставляете себя делать работу, на нелюбимой работе, и понимаете, что это нахрен никому не нужно, вы будете болеть. Но когда вы идёте на эту работу нелюбимую, когда работаете, заставляете, и понимаете, что это нужно вам, вы проходите какой-то опыт, вы прокачиваете это мастерство, вы получаете какие-то знания, вы коммуницируете с людьми, вы в конце концов тратите силы, умения, знания, навыки какие-то, и получаете за это деньги. Если вы понимаете, что вы для себя это делаете, то есть напрягаетесь для себя, эта энергия идёт в плюс, и вы уже не депрессуете по этому поводу. Вам напряжение – это нужно для вашего заряда энергии, для того, чтобы творить дальше. То есть дело-то не где вы работаете, как вы работаете, а дело в том, с какими чувствами вы вообще понимаете, что вы делаете. Если вы будете дальновидны и понимать, что каждый ваш шаг для чего-то вам нужен, и видеть в этом, для чего, стремиться к этому, вам легче будет всё делать. Во-первых, легче будет восприниматься информация, легче будет учить английский язык, легче будет работаться, и отдача будет офигенная, и болеть вы не будете. Но если вы в том, что вы делаете всё время, ищите, как это напряжно, как это плохо, ищите массу просто, вот находите массу вещей, из-за которых вы бедные и несчастные это делаете, то вы будете болеть. Ваша энергия впрок не идёт, она сливается только на ваши мысли вот эти вот. Вы можете одно и то же делать, и эффект будет разный. Можете одно и то же делать, и отдача будет разная, понимаете? Дело-то не в том, конкретно, что вы делаете, а в том, как это делаете, что вы об этом думаете. Обратите на это внимание. Если я не включаю дальновидность, у меня развивается близорукость. Я не смотрю широко наперёд, и не понимаю, зачем я это делаю. Поэтому я ненавижу уроки, я делаю, чтобы не поставили двойку, и у меня начинается к лету аллергия, потому что надо сдавать экзамены. Я их ненавижу, это просто пример. Мы так поступаем в жизни везде, начиная со школы, так как это у нас привычный паттерн поведения. Конечно же, человек, живущий под таким прессингом, самого себя прессуя, заставляя что-то делать, не видя в этом пользу, испытывает массу отрицательных эмоций, постоянная тревога держит его в таком постоянном напряжении и стрессе, что это сказывается, блин, на здоровье. Ну, тут логично уже просто. Больной сам себя бесконечно мобилизует, чтобы в любую минуту быть готовый к отпору. Постоянно защищается. Напомню, человек с виду может быть не больной, для этого у нас есть дети, и они от большой любви приходят к нам и берут наши болезни на себя, чтобы нас в этой жизни научить. Это уже достаточно мудрые души, вот я выше говорила, да, они учителя, их роль не быть нам детьми, как мы воспринимаем, с умом человеческим, их роль более глобально, учить, показывать нам нас. Когда мы начинаем всему сопротивляться, не принимать какие-то чувства, дела, людей, события, поступки, на что-то злиться, винить, напрягаться, что все вокруг враги, заставляют меня несчастного, больного, хромого, там, тупого, хотя это моё желание, через них себя заставить для какой-то пользы, блин, себе это сделать, но я это ненавижу. То есть мы начинаем за врагов подсознательно принимать всё, с каждым годом число врагов растёт. То есть все для нас враги. Хотя мы сами своим собственным желанием притянули всех этих людей и через них пытаемся заставить прокачать своё мастерство, свой опыт пройти, пользу получить в этом, но мы ни хрена не видим. Как только мы начинаем видеть, что все эти неприятели мне нужны, я сам организатор всего вот этого, что происходит, и для чего, начинаете разбирать, для чего и почему я это творю, уходит стресс, уходят ваши болезни, вы перестаёте прессовать себя, и вы понимаете, блин, как круто, что это всё случается, и я что-то там получаю. Главное, надо разобраться, что. Когда мы начинаем сопротивляться и не принимать дела, ещё раз читаю, людей, какие-то чувства, события, поступки, на что-то злиться, винить, напрягаться, что все вокруг враги, заставляет меня несчастного там работать, напрягаться, хотя это моё желание, и через них себя заставить я просто хотела. И всё, я себя заставлял. Мне надо было себя заставить, иначе же, блин, я просто лежу на диване и говорю, мне не по импульсу, и я хочу это делать. Нет, это желание. Но если с вами что-то происходит, это продукт вашего желания. Никто извне вами не манипулирует. Это вы так хотите. И абьюзеров вы там сами, жестоких людей, манипуляторов, притягиваете, потому что это ваше желание. Но когда вы это поймёте, не знаю, может быть, уже будет поздно. Попробуйте осознать это сейчас. Вот. То есть, понимаете, да, мы во всём везде ищем врагов. Так вот, эти враги, и есть аллергия, да. Аллергия просто, это, как я вначале сказала, бороться с мнимыми врагами. Вот наступает момент, когда мы принимаем уже не только людей, чьи-то нелестные высказывания, но и вполне безобидные для нас многих пыль, пыльцу, продукты. То есть, сейчас так позже это наступит. Ну вот, у меня наступило лично, хотя я с краед, но уже я аллергичу и на нормальную еду. Эх, ну ладно. Мне, поэтому и трудно, я ему пишу. было вам писать долго этот текст, потому что я не могу себе в этом признаться, что это мое тоже. Хотя именно это меня больше всего и триггерит. И сейчас у меня тело покрылось аллергией, так и есть. Я тоже с аллергией. Вот. Съела варёнку и на лице тут появились. Ну ладно. Так. Мы с вами, имеющие аллергию или родственников с аллергией. Очень обидчивы. Так и есть. Подсознательно считая, что если мы так много делаем для других, не считаясь со своими желаниями, то также должны поступать и в ответ окружающие нас люди. Но мы не видим эту отдачу. Даже если она есть, мы не видим, но мы слепые просто. Мы всегда внутри будем испытывать эту несправедливость. Но ни за что не признаемся никому в этом. И даже себе стыдно признаться, что мы такие обиженные. Аллергией — это обида с вами на всех вокруг. Мы такие помогаторы, все такие добрые, ничего плохого никому не скажем, а сами внутри держим обидки. Здесь важно нам всем понять вчетвером. Вы, ваша жена, ваша дочка и я. Мы всегда получаем ровно столько, сколько заслуживаем, сколько мы отдаём, сколько мы принимаем. Мир справедливый. Если чего-то нет, значит, мы не понимаем, в какой иной форме нам это вернулось или просто не замечаем, что это вернулось. Ну, подслеповатые мы немножко, да. Нам надо научиться всегда от души с радостью делиться всем своим проявлением, то есть говорить всё, что мы хотим, проявляться так, как мы хотим. Хочу вот пальцами сейчас вот так крутить, кручу, а не сижу, заставляя себя красиво держаться на камеру. Да, иначе у меня будет аллергия, если я буду пытаться быть не собой. Здесь либо пытаться понравиться другим, либо болеть. Ну, вернее, пытаться понравиться другим и болеть, либо не пытаться и быть счастливой и здоровой. Вот, то есть у меня борьба всё время на двух чашах весов. После прошлого раза, когда меня захейтили, что я неухоженная, некрасивая, страшная, я вообще долго не могла понять, ну, какого хера? Если меня поставить рядом с любым красивым человеком, блогером, который выходит в эфир с красивым поставленным там светом, макияжем, 500 слоев штукатурки и с фильтрами, вот, если его на улице встретить, да, вы увидите его кожу. Вот, моя кожа, я не пользуюсь косметикой и многими вообще вещами химическими. Она очень ровная. Я не знаю, у меня бывает один прыщ в год. Вот сейчас у меня была аллергия и вот здесь вот парочку. У меня ровная чистая кожа. При свете я выхожу, я не знаю, я смотрю в зеркало, она ровная, гладкая, однотонная. Я выхожу под лампу и я вся какая-то странная. Я не могу понять. Я вообще не получаюсь ни на видео, ни на фото. Вживую, если взять меня, 41-летнюю девушку, мне 41 год, и 30-летнего, красивого, супер ухоженного блогера на улице, вы увидите, блин, что я выгляжу моложе и ухоженней. Я просто понимаю, что, ну, как бы многие воспринимают уход. Это значит, либо вколоть себе куча уколов, красоты, накачать там губы, что-то с собой сделать, наложить фильтры, макияжи и тому подобное. У меня из макияжа только какого, господи, татуировка, блин, долго вспоминала, пожизненные стрелки и тушь. Плюс крашу раз в месяц брови краской. Все. Как бы больше ничего. И волосы такие, что бы с ним ни делал, что бы ты ни красил, они просто к вечеру, вот у меня сегодня были красиво уложены волосы, хватило на 15 минут. Вот, я постоянно трогаю волосы, клажу. мне нравится делать себе массаж круглосуточно, постоянно массировать голову. Ну, я люблю это делать, это полезно, и у меня всегда волосы, поэтому выглядят, как будто я их не мыла неделю. Ну, и ничего с этим поделать не могу, уж извиняйте, такие у меня волосы, что я с ними. Только на лосы порой. Поприться, господи. Лучше уже не сделать. Но хейтить меня за то, что я неухоженая, конечно, очень странно. Вот. Плюс у меня есть специальные видео, где я выхожу вот такая вот кривая косая, только проснувшись, либо уже давно в 3 часа ночи, которая легла спать, вот, с непомытой головой, естественно, со светом таким страшучим, который делает меня, что я, не знаю, трупом лежала 3 года, где-то закопанной под землей. И я выхожу и говорю, ребят, я специально так выхожу, чтобы вы не боялись проявлять себя настоящего, естественного, без макияжа. И плюс я свои страхи убираю, а что подумают люди. И плюс ещё показываю, что я не умерла, что всё хорошо, что жива здорового. Подумаешь, мне там написали гадости. Подумаешь, я вышла там, не накрашив, без ухода, ладно, не накрасилась, не оделась. Но это чисто психологический трюк мой личный. Моя проработка себя, не стесняться, не бояться, что подумают люди и показать вам, что вы тоже так можете. Вот. Но по поводу неухоженности это, конечно, странно. Я ухаживаю за собой каждый день. Маски для лица из авокадо, из клубники, кусочком льда, зелёным чаем, травами. У меня очень много сыроедных рецептов всяких разных. Я не люблю химию, не люблю лишнюю краску, я не хочу себя прятать вообще, я хочу быть настоящей. Вот. Я перестала краситься уже давно, отращиваю свои волосы, господи, блин, почему я раньше не любила так? Мне очень нравится естественный вид. Если вот этого лоска накачанных в губ, филеров и так далее у меня нет, но это же не значит, что я не ухаживаю за собой. Почему вот так говорить? Вот. И к чему я вообще это всё говорила сейчас? А, это то, что у меня аллергия, поэтому из-за того, что меня очень сильно ранит хейт, когда мне пишут, ну, Нель, ну ты же понимаешь, что ты неухоженная, мы же тебе как лучше хотим. Блядь, какого хуя вам ещё-то говорить? Ну не смотрите мне, идите нахер. Вот. Ну мы же имеем право сказать. Иначе выключай тогда комментарии. Ходят люди, хейтят других, убивают в них желание проявляться. Ну это почему-то я тоже хочу. Вот. И во мне сидят такие обидки. вышла в эфир специально, настоящий. Выставила дерьмово лампу свет. Вообще не выставила. И нету её, да. И всё. И потом неделю, две с аллергией болею, потому что, блин, мне обидно. Ну вот я так воспринимаю этот мир. Вот. Как проработать обиду? Блядь, да никак. Так. Позволите ей быть. И похуй. Вот. Ну да, я обиделась. Что делать? Поэтому аллергия. Это я сейчас читаю. Почему аллергия вообще? По психосоматике. Если вы как-то с этим будете работать, искоренять вот это вот чувство обиды на других, то можете искоренить свою аллергию. Вот. Я не знаю, хочу ли я её искоренять или нет. По всей видимости, нет. Если хочется ходить в обидках на людей, которые хейтят меня. Вот. Такие дела. Нам надо научиться всегда от души с радостью делиться своим проявлением. Нам всё равно это вернётся бумерангом. Перестать вообще требовать. Это вообще для всех людей. Не важно, есть аллергия или нет. А в ответ взамен что-то требовать. Вам всегда что-то вернётся. В требованиях смысла нет. всё, что вы даёте, возвращается в десятикратном размере. А всё, что вы не даёте, отбирается у вас с десятины от всего, что вы имеете. Закон десятины бумеранг. Законы мироздания. Познакомьтесь с ними в интернете, в моей книжке, где хотите. Видео, кучу на эту тему записал. Вот. Если мы начнём замечать, видеть, тут зрение обязанного становиться, сколько всего у нас есть, сколько всего мы имеем, сколько всего к нам возвращается, что именно в такой форме нам полезнее, чтобы возвратилось. Если мы это начинаем видеть, то и со зрением у нас становится всё ок, ок, ок. Всему есть объяснение и польза. Учимся сначала принимать все реакции и отдачи спокойно, с благодарностью. И даже если это может нам не нравиться, а потом добавляем себе вопросы. А для чего я этого хочу? В чём выгода мне и польза именно так получить в ответ? Например, этот хейт. Почему это круто? Где тут мой опыт? Где тут мои знания? Мой рост? Почему именно так я получил ответку? Как это меня сейчас развивает? Ну, по поводу хейта что я могу ещё сказать? Во-первых, я рада, что во мне видят уникальность, а не так, как все под копирку. Ну, то есть, я уже не подпадаю под те образы, которые люди хотят видеть. То есть, у меня свой образ такой я хочу. Вот, я не подстраиваюсь под то, как желают другие. это моя уникальность, мне это нравится, это круто. Второе, я себя критиковала сама и не до конца принимаю себя такой, какая есть. Я себя сама хейтю постоянно. Друзья мои знают, что, блин, у всех такие красивые волосы, а у меня вообще пипец. И они всё время то лезут, отваливаются, я никогда не могу их отрастить, они у меня природа очень тонкие, их красить нельзя, с ними делать ничего нельзя. Боже, сколько я миллионов рублей вообще отдала за все эти покраски и за всю свою жизнь. И каждая покрасочка самая щадящая, самая лучшая, самая там, не знаю какая, просто половину волос отбирает у меня, они просто отваливаются. Вот, а хочется быть, как хотел сказать, как все блондинка красивы. Вот, то есть я себя похейтила, мне сразу такой в обратку хейт. Это же тоже хорошо видеть в отражении мира, что, блин, или опять ты сливаешься на какую-то ерунду. Вот, я такая, блин, ну круто, всё, спасибо вам, хейтерам, моим учителям. Дальше они ещё мне показывают очень круто, как можно самой на пользу критиковать. То есть какая-то точка роста. Критика это что же хорошо? Критика это замечать выпирающие места. Можно заметить выпирающие места, не такие, как у всех, и обернуть это в талант. Понятное дело. Во что мы ещё оборачиваем, как не в талант? задавая эти подобные вопросы, задумываясь, начнётся много чего открываться, и уже никаких обид соответственно на этих обидчиков не может быть. Ну, когда ты понимаешь, блин, зачем они пришли. Вот, если этого не происходит, мы не видим причин, для чего это хотим, что причина в нас, когда мы продолжаем винить других, кто нам просто подыграл под наше желание, то возникает подавляемая агрессия, которая не высказывается вербально, а выливающаяся отёком, воспалительными реакциями в носоглотке, это всё я про себя говорю, органах зрения, высыпанием на коже, всё вместе и астма, и аллергия, и близорукость. Вот, она работает вот таким образом, то есть одно цепляет другое. Мы подавили агрессию с вами, не послали на три буквы всех этих хейтеров, не дали свертушки с ноги обидчикам, промолчали, не дали отпор, не отстояли свои границы, не сказали, какие они петрушки детендахер. Вот, мы подавили это в себе. Пожалуйста, вот тебе астма, вот тебе аллергия, вот тебе ещё и падение зрения. Не хочешь ты туда смотреть? Хочешь быть хорошим? Вот, что за манера вообще пошла? Манера просто, это, ну ты же психолог, во-первых, я не психолог, ну даже если была бы психологом, ну ты же психолог, как ты можешь так реагировать на критику, тебе надо игнорировать. Ребят, ваши игноры выливаются в болезни, это первое. Второе, вы имеете полное право послать нахера, вообще, куда хотите. Вы имеете полное право, если к вам пришли домой на вашу страничку, насрали на ковёр, вы имеете полное право взять этот ковёр с этим говном, которое туда навалюли, и в ответ побить этим ковром, измазать этим же говном этого человека, выгнать в три шеи, спустить с балкона, вы имеете полное право. Психолог это не терпило. Вы часто такие, блин, ну ты же психолог, мне так смешно, как ты реагируешь. Ни один психолог, ни один не учит людей терпеть. Это бред. Вот, но если психологи учат терпеть и сами терпят, вы посмотрите, каждый психолог, это же неуравновешенные люди, у них дома похуй пиздейшим, они такие с виду на работе мягкие, пушистые, блогеры такие мягкие, пушистые, выходят все такие, вот, вся ну это, а домой приходят и пизда всем, вообще вот просто. Их агрессия выливается в болезни, если они ее подавляют, если не подавляют, молодцы, но у них тогда дом посуда побит, там мужики побиты, дети побиты, все побиты по углам стоят, орет так, что прям как резаные. Нельзя вот это вот терпеть, вы всегда можете дать сдачу, всегда. Вот, не надо бояться тех, кто вам говорит, что вы как-то не так отвечаете, так что спокойно делайте как вам удобно, нам удобно сохранить наше тело здоровым и наше ментальное здоровье здоровым. Вы можете кинуть обратно кого-но, на которое вы наступили случайным образом, кто-то вам наблевал под вашим видео или текстом в комментариях, вы можете окунуть этого человека в его же вот это вот все, но потом, 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 это я делаю всегда, я сажусь и спрашиваю, а почему я этого хотела, нафига это мне надо, почему это хорошо, вот, потом, сначала отправьте бумеранг, я за справедливость, я всегда справедливо накажу каждого, я всегда справедливо одарю дарами хорошими каждого, все каждого по справедливости, если на меня наедут, но не огребаться будут долго, если мне что-то полезное и доброе, светлое, они в 10 раз больше получат, мы все, что сеем, то и пожмем, любой хейтер, абсолютно любой, кто что-то кому-то там как-то раскритиковал, ответишь ты ему, там не ответишь, неважно, он получит пистюлей в 10 раз больше, чем он кому-то там что-то написал, он отдавал, вот, то есть у него минус, у него десятина его вложений, там, и бумерам, все это будет отбирать, то есть его критика даст его по башке, так что с вашей помощью или без вашей, если вы сами не хотите его наказывать, то накажет любой, кто попадется там под руку, так что не переживайте, мир настолько справедливый, что бы вам плохого не сделали, хотите, сами оторвитесь в ответ, хотите, просто понаблюдайте, на этом человеке оторвутся, вот, с вашим участием или без, неважно, он все равно получит свои, многие люди очень часто меня удивляют такими вопросами, ну за что мне такие наказания, почему у меня вот этого нету, денег нету там, отношения развалились и так далее, блядь, а что вы в мир даете, вы всегда получаете бумеранки, вы же сидите с утра до вечера строчите какие-то свои фи в комментариях всем вокруг, всегда чем-то недовольны, вы всегда получаете ровно только то, что вы даете, обращайте внимание, как вы живете, что вы делаете, у меня сейчас по-любому кто просматривает видео, будет такой вопрос под видео, Нелли, вот меня обидели, я ответила в ответ, прилетит ли мне бумеранг с моего ответа, например, кто-то мне сказал, ну, что-то там сказал, да, а я как манипулятор классный, вот, я такая, сделаю так, что этому человеку будет очень больно читать мой ответ, прилетит ли мне это, и да, и нет, и да, и нет, ну, во-первых, вы поступили так, как вы хотели по вашему желанию, вы дали то, что человек заслуживает, вы поступили вполне справедливо, вот, например, сейчас, вот есть одно яблоко, два человека, справедливо, как его поделить пополам, а если один человек весит 50 килограммов, второй 100, тоже пополам, например, мне будет пол яблока много, потому что я вешу там 50, ну, я не 50 вешу, я 45, ну, ладно, 50, а другом будет мало половинки, ему надо чуть побольше, это я утрированно, конечно, говорю, то есть, что здесь справедливость, такое понятие, точно так же по справедливости вы поступили, это тоже понятие, в зависимости от того, как вы будете на это смотреть, вы выпустили пар, помогли тому человеку осознать его ошибки, то есть человек видит, что если он пытается кинуть в кого-то говно, он может получить в ответ столько же, а может ещё больше, и сам же туда, в эту яму упадёт, вот, может быть, это полезный опыт для человека, и вы просто приносите ему пользу, вам тоже какой-то полезный опыт прилетит, важно не то, что вы делаете, да, а важно с каким посылом вы это делаете, если вы это делаете с большой ненавистью, то вам будет больно, если вы это делаете из любви, чтобы что-то там, какой-то опыт проходился, и вы понимаете, да, что вы делаете, для чего, с какими последствиями, то здесь ну, вам бумеранг хороший приятен, можно так сказать, я, может быть, замудрённо это сказала, я предлагаю сделать эксперимент, вы всё время в соцсетях сталкиваетесь со всем вот этим делом, в один день почитайте какие-то плохие комментарии и никак не реагируйте, во второй день почитайте комментарии, ну, кто постоянно работает там с контентом, и ответьте в ответку, в третий день вы почитайте, отреагируйте, ну, ничего не скажите, обидьтесь, и вы видите, как в эти же дни вот прям сразу же будет вам прилетать ответка в реальность, вы просто поймёте это на примере, вот вы проигнорируете, ну, окей, окей, выводы не сделаете, вы опять попадёте на что-то похожее для того, чтобы сделать выводы, во втором варианте, когда вы ответите в ответ, понаблюдайте, с какими чувствами вы это делаете, если с ненавистью, то вам ещё больше прилетит говна, и причём, ну, события такие будут вокруг вас, что-то рушится, что-то ломаться, у вас будут большие ссоры в реальности уже, не только с этими виртуальными ботами, если вы чётко границы разграничили, свою позицию отстояли, что-то там показали, дали по башке, но при этом сделали это из любви, чтобы человек там что-то понял, осознал, принесли ему какую-то пользу, вы увидите, что какие-то подарки в этот день будут, какие-то плюшки в этот день будут, вы увидите, как мир вам отдачу даст, такую позитивную, радостную, понимаете, то есть вам здесь просто можно проверить, если вы не поняли, то так на практике, дочитываю и выключаю третью часть, я всего лишь дочитала до 12 страницы, а разбор 33, я так думаю, что ещё завтра выйду и почитаю вам ещё дальше, вот закругляюсь, так, задавая вопросы, для чего, в чём здесь мой опыт, какой мой рост, почему именно так я хотел получить ответку, да, как это меняет развивать, задавая эти вопросы, задумываясь, начнётся много чего открываться, уже, естественно, обид на этого человека не будет, будете его воспринимать как учителя, если этого не происходит, мы не видим причин, для чего этого хотим, что причина в нас, когда мы продолжаем винить других, то нам просто подыграл под наше желание, то возникает подавляемая агрессия, да, которая не высказывается вербально, а выливается потом отёк, воспалительными реакциями в носоглотке, это дочтало, проблемы с органами, с кожей, аллергия, близорукость, астма, всё это вот об одном говорит, что мы подавили агрессию. Если, к примеру, человек на дух кого-то не переносит, тот вызывает сильнейшее раздражение, то это предполагает к развитию аллергии на пыльцу, пыль, а впоследствии аллергические бронхиты, бронхиальные астмы. То есть есть, может, в окружении тёщ, может быть, какой-то друг, который у нас тут, не знаю. Другой вариант раздражения, когда негатив вызывает окружающие обстановка. То, что соприкасается вплотную с человеком, может отразиться на коже и возникнут дерматиты, экземы и тому подобное. Старый ремонт, какой-то дизайн, который ассоциируется у вас с каким-то не очень хорошими событиями с детства. Вы всё никак не можете доделать кухню, поклеить обои или ещё что-то сделать криво, что-то давно висит. И раздражающие вот эти факторы в обстановке они могут вызывать тоже психосоматические такие реакции. Очень хорошо бы вам прочитать мои три книги, для чего богу деньги, потому что там я очень много говорю про эту работу с внешним. Если бы не это, то ты точно был бы счастлив, там прям даётся алгоритм работы с нашим мышлением, да, и естественно излечить нельзя игнорировать, как именно психосоматика работает проявляя болезни. То есть вот эти вот три книжки, это прям такой комбо. Вот, в этих книгах подробно даю ответы, как перестать не любить, ненавидеть и переводить все эти объекты, раздражение себе в таланты и использовать с пользой. Тем самым открывая себе глаза на этот мир и тело перестаёт показывать слепоту и восстанавливать зрение и другие функции организма. Ещё раз хочется подытожить одна из причин аллергии, что вы кого-то не выносите, не принимаете, отрицаете собственную силу, протестуете против чего-то и не знаете, как это выразить, подавляете, потому что своё я страшно показать, мало ли что подумают люди. Мы зависим от мнений окружающих. Я с детства с этим борюсь. Или, например, целенаправленно, долго, так как аллергия очень давно, вы не можете переварить какую-то информацию и справиться с этим. Возможно, где-то 8 лет назад, когда она началась, либо даже перемотать 3 года от 8, получается, 11 лет назад что-то случилось, какой-то триггер, и он до сих пор не разобран. Получен какой-то опыт, который укоренился сознанием, и постоянно об этом мы себе говорим, когда встречаемся с любыми препятствиями. Если подумаешь, что произошло, и вспомнишь событие, когда, например, твоей дочке было 4 года или годик, может, какая-то ссора, может, еще что-то, да, что-то о себе удумал и ошибочно до сих пор считаешь, что так есть. Ну, здесь обычно с регрессологами или психологами проходят такие вещи, сидят, вспоминают, гипноколучка, не знаю, как можно их назвать, а можно просто самому посидеть, вспоминать. Что бы это ни было, осознай прямо сейчас, дважды в одну реку не войти, один и тот же опыт не получить. То же самое не может быть, все равно будет по-другому. То есть, мы боимся проявиться, потому что тогда мы проявились, да, и что-то было негативное, и мы теперь думаем, что всегда будет такая реакция. Вот здесь я пытаюсь человеку сказать, что мы не можем получить дважды один и тот же опыт, либо мы его до сих пор не прошли, вот, и это хорошо, что будем его еще раз проходить, чтобы пройти наконец-то, да, потому что он нам нужен для чего-то, для какого-то развития, для желаний своих исполненных и для исполнения, для своего роста. Вот. Либо просто этот опыт, если он уже был пройден, просто он уже не может быть. Дальше. что бы ни было, осознай прямо сейчас, дважды в реку не войти, все будет по-другому. Например, поссорился, сматерился, замахнулся, жена такая, все, я ухожу, бросаю тебя, забираю дочь. Сформировался какой-то триггер и страх, что если я открыто выражу какие-то эмоции, я могу лишиться важного жизни, творчества, проявления, буду ненужным и брошенным. Вот. И после этого я нигде не позволяю себе проявляться. Могли произойти в то время какие-то события, да, в прошлом, где был сильный испуг, что ситуация, может, казалась безвыходной. И главное, помни, что нет безвыходных ситуаций и уж тем более нерешаемых, ведь внешний мир это только наше зеркало, показывающее нам, где мы тормозим себя от опыта от чего-то нового. Мы замораживаем себя в движении, вот. Тебе не надо бежать и решать какие-то там свои задачи, достаточно вот сейчас приглядеться и увидеть, в чём ты себя тормозишь. У тебя есть какие-то желания, а ты такой, блин, вдруг не получится, да, наши любимые, я не знаю, я не умею, что делать, а фиг его знает. Вот, короче, всё, что вот мы сейчас хотели бы сделать, но отговариваем себя по каким-то причинам, вот здесь вот надо переосознать и подумать. Так, у этих ситуаций выход есть, я смогу, я не знаю как, но мне интересно и начать думать в направлении, как это реализовать, вот, а не отговаривать себя. Аллергия — это же отговорки наши постоянные, это сопротивление этим переменам, сопротивление идти в новое, сопротивление научиться чего-то, получить какой-то новый опыт. Я вот сопротивляюсь уже какой, я не знаю, какой месяц, блин, сесть и сделать работу. У меня очень много работ накопилось, которая прям уже годами тянется в списках работ, моих проявлений. Столько всего я могу сделать, могу дать этому миру, написать еще кучу книг и игр. Все это у меня как бы лежит грузом, который надо просто вот взять и реализовать. Это я тоже про свою аллергию говорю. Так, остановилась на 13-й странице и завтра буду дальше читать. Поговорим про астму. Там еще у нас астма, глубоко про зрение, про зрение, про зреть. Глубоко про дальнозоркость поговорим, про тестостерон, про дефицит железа, что там еще было. В общем, есть о чем еще интересного почитать. Не знаю, как вам такой формат разборов. Это не прямой эфир. Раньше всегда было спонтанные прямые эфиры, я ничего никогда не читала, ни к чему не готова. Вот просто вы заходили. Но на эфиры спонтанные то ли силы у меня нету, то ли что, я не знаю. Давно не выходила. В общем, буду рада, если сейчас подпишетесь, призовете людей ко мне подписываться тоже. И я вас благодарю за внимание. Пока-пока.